Что тут у нас такое? Он по составу как для людей. Вкусно тебе, да? Не знаю, на что похоже. А не честно. Очень вкусно. Собаки просто сошли с ума. Это так непривычно для Миши, я просто в шоке. Потому что сейчас у меня начались кое-какие проблемы у пёсиков со здоровьем. Потому что я обычный человек, а не супер ветеринары. Хай, ты на канале Magic Family, меня зовут Аня и со мной мои собаки. Помните, недавно я снимала видео о том, чем я кормлю своих собак и почему не сухой короб? Если не смотрели тот ролик, обязательно посмотрите ради здоровья своих питомцев. И я сказала, что я продолжу поиски. Если честно, когда я это говорила, я думала, что надежды практически нет. Но я ошибалась. И сегодня я покажу, что же такое я нашла. Так что подписывайтесь на канал, а мы начинаем. Я реально облазила весь интернет. Я прочитала кучу статей, составов, описаний. Я общалась со всеми друзьями, у которых есть собаки. С ветеринарами, с заводчиками. И большинство все равно называли корма, которые я уже знала и изучала. И вот, наверное, когда я совсем отчаялась, один мой знакомый сказал, что он, точнее не он, а его собака, кушает какой-то корм платину. И это якобы не совсем обычный корм, не совсем сухой. Давайте честно, я не слышала об этом корме никогда. И вряд ли здесь наберется хотя бы 20 человек, кто о нем знает. Кстати, поставьте лайк этому видео, если тоже считаете, что здоровье наших питомцев это очень важно. И посмотрим, сколько нас здесь. Первый раз за время изучения кормов меня кто-то смог удивить. Я скажу сразу, я его уже купила. Там всего 4 вида корма, один из них для щеночков. Я купила все варианты попробовать. И для меня, если честно, ребята, это очень большой шаг. Перевести своих собак обратно с натуралки на корм. И почему я на него решилась, я сейчас вам покажу, и вы тоже удивитесь. Вот такой вот оригинальный дизайн упаковки, серебряный. Здесь у нас написано платину. Все на иностранном английском и немецком, и, как я поняла, испанском языках. Здесь у нас значок сертификации TUF. Я не буду объяснять, что это такое, но это очень круто, ребята. Если хотите, загуглите. Упаковка 1,5 килограмма, очень тяжелая, в отличие от обычных сухих кормов. Такие блестященькие. Тут у нас сбоку написаны страны, а здесь у нас... Тут у нас табличка, сколько корма нужно на вес животного. Кстати, напишите в комментариях, сколько раз в день вы кормите своего питомца, неважно, кто он и какой породы. На задней стороне у нас вся информация на иностранных языках, а также есть наклеечка с русским языком. Ростест написано. Сейчас почитаем. В первую очередь нас интересует состав. Я взяла корм щенячий с курочкой. Состав свежее мясо курицы 73%. Дробленый рис, домашняя птица, вяленая рыба, гидролизованная домашняя птица, сушеное яблоко, люцерна, лососевый жир, сушеные пивные дрожжи, льняное масло холодного отжима, оливковое масло холодного отжима, хлорид калия. В составе все 100% натуральное. Ноль искусственных добавок, усилителей вкуса, красителей и ароматизаторов. Ноль. И главное, что во всех видах этого корма не менее 70% свежего натурального мяса. Все мы знаем, что от природы собаке нужно именно мясо, а не кукуруза, крахмал, свекольный жом и всякая гадость, которых так много в современных кормах. Поняла? Мясом не надо. Да я и так без тебя знаю, мелкая. Мясом, мясом надо. Отстанет мне. Да, сейчас на многих современных кормах типа холистик пишут, что там не менее какого-то процента свежего мяса. Но поверьте мне, я изучала, как их делают, и даже рассказывала вам, поэтому я не буду повторяться. А если вам сильно интересно, каким оригинальным способом делается именно этот корм, я для таких людей, как я, специально оставила ссылку в описании внизу. Пойдите и почитайте. Но простыми словами, это не сухой корм и не мягкий корм, а именно сочный, потому что он на самом деле делается из мяса, которое готовится в собственном соку. Так не делает никто, это точно. Значит, не нужно никаких вкусовых добавок, и все полезные вещества остаются именно внутри, в отличие от других кормов. Получается, что это даже круче, чем холистик. Меня удивил тот факт, что он настолько натуральный, что пригоден в пищу для человека. То есть там нет ничего, что нельзя есть нам. Ладно, давайте не будем тянуть, откроем его и даже попробуем. Да, ребята? Давай скорее. Что тут у нас такое? Как вкусно пахнет. Мммм. Ой, как пахнет. Дай понять. Вкусно? Пахнет. Кусто. Как пахнет. Как пахнет, да? Вкусно. Первый запах. Нет этого искусственного запаха, который я лично чувствую от многих сухих кормов. Пахнет прям вкусненькой едой. Здесь у нас гранулы чуть-чуть покрупнее, чем гранулы для щеночков, они чуть помельче. Так, сам корм, он не сухой, твердый, и не мягкий, как консервы. Что-то между. Я могу раздавить его пальцами, и он чем-то похож на гематоген. Но при этом он не слишком мягкий, а значит собакам будет чем потренировать десны и почистить зубки. Я уже говорила, чем опасны жесткие гранулы для собак, и чем опасны слишком мягкие корма. Значит, эти опасности у нас отпадают. К тому же мне кажется, что он не будет разбухать и растягивать желудок, как другие сухие корма. Помните, мы проводили эксперимент? Зальем его водой, и посмотрим, что с ним будет в желудке собаки. Может, поедим лучше? Да, ребят. Разбухнет ли он так же, как обычный сухой корм? Навредит ли он вашим органам? А пока ждем, давайте я реально попробую его, и потом мы еще посмотрим на реакцию собак. А мы когда? Ну дай мне тоже. И уже можно есть. Так нечестно. Он по составу как для людей. Вкусно, Диме, да? Выглядит это, конечно, странновато, но он реально, как какая-то человеческая еда. Не знаю, на что похоже. Так нечестно. Очень вкусно. Ай, сейчас попробуем. Смотри, какавку. Эй, 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 Юми, Юми, Юми. Так как мы на натуралке, нам нужно будет правильно сделать переход на корм, а это не быстро, поэтому сейчас мы его попробуем чуть-чуть, как лакомство. Миша просто поражает. Все лопают с удовольствием. Миша отбирает даже у нашего медлительного Эйвона. Юми готова съесть все. Миша, это просто необыкновенно то, что Миша сейчас делает. Софи, все с огромным удовольствием едят его. Даже Миша, который очень привередлива в еде. И Вась поглощает корм за обе щеки. Собаки просто сошли с ума. Посмотрите на них. Ну что, хотите еще попробовать? Эйвон и Софи просто пылесосят. Это так непривычно для Миши, с какой скоростью она обычно ест медленно. Я просто в шоке. По-моему, все просто очень довольны. Как мы видим, ребята, корм не разбух. Значит, он не разбухнет и в желудке, и не будет вредить другим органам растягивать его. Я очень рада. Эйвон, который вообще не особый любитель кушать, пошел выедать корм из стакана. Вы на это посмотрите просто. Слава богу, потому что сейчас у меня начались кое-какие проблемы у песиков со здоровьем. Я думаю, это из-за натуралки. Потому что я обычный человек, а не супер ветеринар. И в последнее время я стала понимать, что готовя обычную еду для собак, я не могу правильно соблюдать количество полезных веществ. У нашего Ивасика опять начали течь глазки. А Софиша же у нас стерилизована, и она явно последнее время поправилась. У Миши мне не очень нравится состояние шерсти. А у Юми часто падают ушки, потому что сейчас растут зубы. Надеюсь, я все-таки к середине лета похудею. А у Юми уфы встанут навсегда. А у Миши будет красивая шерсть. А у меня наконец-то перестанут слезиться глаза. Мы перейдем на Платину, поедим его, и скоро расскажу, как собаки его ели, изменилось ли их состояние здоровья и так далее. А ты подписывайся, ставь лайк, и скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok